Всем привет! В эфире G-News, а в студии Екатерина Буранова. Сегодня в выпуске. Неделя мода в Милане. Женская служба поддержки. Идеи для подарков на 8 марта. А также новости из звездного мира. В Милане на днях завершилась неделя моды, на которой были представлены коллекции крупнейших брендов. В следующем сюжете мы посмотрим модные прогнозы от дизайнеров на тренды грядущего сезона. В Милане завершилась неделя моды сезона осень-зима 2022-2023, на которой свои коллекции показали крупнейшие бренды. Самое время узнать, чем удивили нас итальянские дизайнеры. Фэнди. Тренд на сексуальность продолжает набирать обороты. Вот и Ким Джонс сделал ставку на прозрачные платья. В одном из них показ открыла Белла Хадид. Если такие смелые эксперименты вам не по душе, обратите внимание на строгие офисные жакеты и юбки. Макс Мара. Итальянский бренд всегда славился отличным базовым гардеробом. И новая коллекция не стала исключением. Идеально скроенные жакеты, широкие белые брюки и, разумеется, пальто всех оттенков. Дольче Габбана. В новом сезоне Дольче Габбана предложили сделать акцент на массивную верхнюю одежду, большие плечи и довести до предела тренд на откровенность. Так на подиуме появилось много прозрачных вещей и образов с бельем. Ключевое, что нужно знать про коллекцию Гуччи, это то, что она была представлена в коллаборации с брендом Adidas. Так эстетика спортивной марки смешалась с романтичными платьями, деловыми костюмами и вязанными комплектами. Неделя моды в северной части Италии прошла шумно. На показы приходили многие звезды. Дизайнеры продолжают удивлять на своими контрастными коллекциями и радовать тем, что почти все вещи останутся актуальными этой зимой и осенью. Полина Федорова, G-News. Женский вопрос. Новая служба поддержки Татарстана. Жительницы смогут проконсультироваться по поводу различных волнующих их вопросов. О подробностях расскажет наш корреспондент. Со 2 марта в Татарстане будет работать горячая линия «Женский вопрос», посвященная Международному женскому дню. Любой день каждый нуждающийся в помощи сможет позвонить и узнать ответ по таким вопросам, как здоровье, конфликты, социальная защита семьи, домашнее насилие и иные проблемы. А по ту сторону трубки на ваши вопросы ответят представители объединения женщин-депутатов Мархамед Милосердия Госсовета Республики Татарстан, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, государственные жилищные инспекции и другие. Звонки будут приниматься по номерам, которые находятся сейчас на ваших экранах. Консультации будут проводиться с 10 утра до 4 часов вечера. Вероника Кучерова специально для G-News. Близится Международный женский день. Цветы, украшения или сладости? Что же подарить? Ответ попробует найти наш корреспондент. Мы находимся в центре Казани, чтобы узнать у прохожих, что они собираются дарить прекрасному полу. Что вы будете дарить своим любимым и близким людям на 8 марта? Ну, я думаю, цветы или просто одежда, ювелирные украшения. В этот прекрасный день я подарю хорошее настроение. Потому что подарки, ну, это, конечно, внимание, но лучше всего. Придите, позвоните своим близким. Ничего. Цветы. На 8 марта женщинам я, наверное, подарю шоколад дорогой. Где-нибудь Рафаэлла или Фарео Роше. Цветы. Подарю обязательно чайный сервис разноцветный. Я думаю, что самый лучший подарок – это эмоции, поэтому своей женщине я собираюсь сделать предложение. Руки и сердце. Но пока что в планах дарить косметику. Аксессуары, которые сделают более удобным готовку на кухне. Остальным пока не придумал. Но думаю, это будет так же ярко, так же эмоционально и так же красиво. По результатам нашего опроса мы выяснили, что большинство выбирает, конечно же, классику. Это цветы. Но какой подарок будете делать вы – решать только вам. Вероника Кучерова, G-News. Тем временем звездный мир не дремлет. Скандалы, интриги, расследования – все как обычно. Раскрытие личности второго холостяка, проникновение в дом Гарри Стайлза и новая жизнь Бритни Спирс. Об этом нам расскажет Ксения Моисеева в рубрике «Звездные новости». Привет, я Ксюша и это «Звездные новости». Бывший продюсер телеканала ТНТ Армен Агасян раскрыл тайну холостяка. В своем инстаграме он выложил сториз с ссылкой на аккаунт второго главного героя. Им стал 26-летний бизнесмен из Казахстана Димаша Дилет. Молодой человек имеет гарвардское образование, окончил бостонскую бизнес-школу, а сейчас успешно развивает свое дело и ведет блог на двух языках. В инстаграме он рассуждает о жизни, политике и путешествиях. О своем бизнесе предпочитает не говорить. Поклонницы шоу уже поддерживают молодого миллионера в комментариях, а новый продюсер ТНТ на поступок Армена Агасяна никак не отреагировал. Сталкер проник в дом Гарри Стайлса и напал на домработницу. Известно, что преступником стал бездомный Пабло Терреса Гаррера. Еще в 2019 году Гарри Стайлс дал бездомному денег, чтобы тот купил себе еды и переночевал в отеле. С тех пор Пабло стал одержим исполнителем, месяцами ночевал под его окнами, подкладывал письма в почтовый ящик и даже пытался схватить его во время пробежки. Суд запретил сталкеру приближаться к Стайлсу и теперь Пабло выдвинуто обвинение в нарушении судебного запрета. Легенда возвращается. Бритни Спирс готовится к своему первому выступлению после освобождения от опеки отца. 13 лет певица не имела права распоряжаться своей жизнью, финансами и самостоятельно решать рабочие вопросы. Сейчас 40-летняя поп-звезда планирует вернуть себе былую славу. Также Бритни заключила сделку на 15 миллионов долларов с книжным издательством на выпуск своих мемуаров. Говорят, что дороже контракт был только у экс-президента США Барака Обамы. Певица объявила о своем отъезде из США на неопределенный срок. И удастся ли ей вернуть себе былую славу, мы узнаем еще не скоро. На этом все, а новости о других звездах мы узнаем в следующий четверг. Ну а на этом все, это была программа G-News и я ее ведущая Екатерина Буранова. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok